Привет, вы вместе с Серёжей? Серёж, ты скажи, ты будешь со мной вместе? Я уже не могу просто на тебя смотреть. Ты мне так нравишься и хочется уже, чтобы всё-таки ты определился с кем ты. С тобой. Спасибо. Ты красивая, спасибо. Стас, привет. Привет. Я добилась своего, Серёжа встречается со мной, я его долго уговаривала. Такая ты красивая, ааа, такая ты красивая. Сегодня ребят, кстати, ещё не бухали, нет. Но вечерком, я думаю, исправить эту ошибку. Брекет, ты не хочешь? Нет, я элайнеры поставлю себе, брекеты не хочу. Мне не нужно брекет, ты мне не показать, как ты брекет. Привет из Армении. Привет. Привет, 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 привет. Привет, Стас, как делишки? Хорошо. Не трать время на Сергея, это не твой уровень. Это мой уровень. Мой уровень. Привет, Нальчику. Я, кстати, его сбыла. Привет из Беларуси, привет. Что ему повезло с тобой? Серёж, ты знаешь, что тебе со мной повезло? Да. Да. Как-то вылучила кожу от прыщей. У меня до сих пор бывает, я их мажу. Циндолом мажу. Вы с Лёшей друзья? Мы с Лёшей друзья. И со вторым Лёшей. И у меня много друзей теперь. Но самое главное у меня мужчина в жизни, это Серёжа. Мы помирились давно уже. Мы уже неделю как помирились. В Грозном не была. Когда у вас свадьба? Я не хочу свадьбу, хочу роспись. А я наоборот. Ты не хочешь роспись? Я не хочу роспись, я лучше хочу свадьбу. Потому что если делать свадьбу, так это делать её, чтобы ради эмоций, ради того, чтобы мы прожили этот момент с близкими, с друзьями. Чтобы они все порадовались за нами, устроить вечеринку. А роспись это что? Это для ребёнка, если ребёнок планируется. Ну, в принципе, может и свадьба тоже нужна. Чего? Ну и когда ты рожаешь ребёнка, ребёнка делает брак. А зачем тогда вообще расписываться? Для чего? Для того, чтобы ребёнок был в браке. Что у него есть отец, мать. У него есть отец и мать. Причём тут это? Роспись. Я вообще не понимал. Делают свадьбу. Понимаешь? Чтобы это всё как-то закрепить. Чтобы родственники познакомились друг с другом. Чтобы сплочить семью. Понимаешь? Чтобы семья была. Без свадьбы вообще я бы не стал расписываться никогда без свадьбы. Зачем расписываться? Смысл? Пойди в брак, в ЗАГС расписаться. Бред. И всё. Вообще нет. Вот если бы свадьба, роспись, свадьба, всё как надо, то да. А если просто так, нет. Угу, поняла. Нужна свадьба новая. Сколько мы времени вместе? Месяц. Просто мы расставались. Ну, блин, короче, где-то месяц. Чуть больше месяца. Даже чуть больше месяца. Речь о втором браке в 20 лет. Серёжа бы до вас спешит. Что? 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 Ничего. Серёжа бы что? Водоваз пишут. А что звучит в водолаз? Ныряешь? В бассейн, да. Не в бассейн. А куда? В озеро? В море? В океан? Куда? Ты просто не знаешь, видимо, да? У нас на браке есть такие аббревиатуры. Серьёзно? Да. Такие же? Водолаз по-любому. Мы хотим мальчика и девочку. Что это такое? Что? Что это? В океан Екатерины. А можно к вам попасть, если нету никому симпатии? Привет, Катя. Привет, привет. Безус на поляне. Красотка только ради себя с мой трудом была. Спасибо. Может, кто-то хочет совместно и есть в друзья мы кинуть. Поболтаем. А Наташка есть? Мне интересно. Стас, расскажи, как твои дела? Как там? Майами бич. Когда Элина уйдёт? Или вы её проведёте? Мне кажется, Элина уйдёт, когда не построит здесь отношения, когда ещё и кто-то отошьёт, и тогда она уйдёт. Духи тебе подарил. Безус ещё убирается. Он теперь у вас уборщик. А зачем мне делать губы? У меня и так хорошие губы. Она не похоже, что не употребляет. Вы мне спросите, что-нибудь, я вам расскажу. Вот Серёжа тут сидит. Употребляют что? Катя, ты Элину гноби, она тварь. Ты втащила. Нет, мы сидели на тете. И, короче, я её обозвала уже. Она меня очень долго перебивала, мне не давала слов сказать. Я уже просто говорю, да ты мне зае, и я хочу уйти с тета. Она мне просто хватает со спины за волосы. Но у меня был пучок, поэтому она не смогла размотать даже мои волосы. В этот момент я со всей злости прям схватила её волосы вниз. Поцела, я прям об калинку вот так ударила. Головой? Ну, она не успела. Знаешь, я её пригнула, прям положила, и она встала, голову подняла, но я ей волосы вниз тянула. А она меня не могла особо схватить. У меня там, ну, у меня много волос, они в смысле, но у Лины они наручены, их там вообще в два раза больше, их легче хватать. Я прям вот так, знаешь, как делала, понял? Вот так. Ничего не делала, ты и так идеально, конечно. Я буду сиськи делать. Сиськи. Сиськи у меня будет почти тройка. У меня завтра, кстати, консультация, завтра консультация. Мне 20 лет, и я знаю, что многие люди думают, что мне не 20, что мне больше. Я не знаю, почему, зачем вы так думаете. Мне 20 лет, мне надо меня охранить. Будем строить. Та-та-та-та-та-та-та-та. Сергей как относится к тому, что я буду делать сиськи? Он сказал, что могут не делать, что они мне так прекрасны. Но он сказал, что если я их сделаю, это мое право, это моя жизнь, это моя грудь. Все, прекрасно отдыхаю. Я бы тоже сейчас отдыхала бы. Кстати, я вот поняла, что я хочу в отпуск. Я как будто бы нахожусь здесь в 8 месяцев, но я хочу в отпуск. Что за хирург будет делать? Я нашла нового хирурга, девушка. У нее очень крутая работа, и я хочу завтра у нее спросить за другую операцию еще. Я пока просто не хочу никому о ней рассказывать. Я очень сильно сомневаюсь, я очень сильно боюсь. Приезжаю в Грузию, мне 21, мне кажется, что я меньше тебя, хотя у меня уже малыш. Все люди накидывают мне возраст постоянно. Потому что я, да, в душе бабушка, но мужчина, который со мной живет, он знает, что я на самом деле веду себя как ребенок, как будто мне лет 15. Я очень контрастный человек, я могу быть где-то очень взрослой, очень серьезной и говорить очень все так адекватно. А когда со мной ругаешься, я могу передразнивать, я могу топать ножкой, капризничать, просто кричать, вращать. Сережа, говоришь, сразу вспоминает, сколько мне лет, и его это умиляет. Я буду делать титьки, буду делать. Я хочу фигуру, как у тебя, очень нравится. Слушайте, ну я, это не в форме, мне надо еще подбросить. Ты откуда? Я с Москвы, я родилась и выросла в городе Москва. Катюша, передай привет, пожалуйста. Привет! Кому? Ольга, я тебя люблю. Я вас всех люблю, люблю котика. Ты вообще не ребенок. Я веду себя как ребенок, вы просто не знаете, что у меня не живете. Вы знаете, сейчас будут, кстати, эфиры, будет вообще наглядно похоже. Ты внешне выгляжешь взрослым, не умом. Кто-то говорит, что я внешне выгляжу на свой возраст, разговариваю постарше, кто-то наоборот. Я выгляжу вот так внешне, вот дашь мне 20 лет? А как? Сколько? Ну, 24, наверное. Кристиан так же сказала, Бухенбалт вчера. А умом? Ну, на 26. На 26? На 25. И то, опять же, временами. Иногда ты ведешь себя как 20-летняя. Иногда я себя веду как 20-летняя девочка, а иногда как будто мне 15. Ты, Маша, моей сестры. У меня сестренка, Ксюха. А где его нужна женщина, которая будет покорна? А где его нужна ненормальная женщина? Нормальному неинтересно. Я 21 год стала мамой уже. Блин, ну... Я тоже хочу быть мамой. Зачем ты так делаешь? Что-то там есть. Просто... Просто щупую. Что-нибудь сделаю? Выдыхай. А научишь меня, как водолазом быть? Как ты? Научишь? Что такое водолаз? Ну, покажи. Научи. Мне не надо тебя учить. Нет? Почему? Котик. Ты отлично справляешься. Вот так. Я так часто выносил разговор из инсты, ссор, из избы. Я пошутила. На чем? Ты на дамной шутишь? Сейчас ты поддеваешь. Я тебя люблю. Я люблю, ай, малышка, ай, как люблю, когда кое-что нежно подносишь ко рту. Ой-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Германия. У меня, кстати, в Германии в Мюнхене живет брат. Он мне, кстати, звонил, а я не звонил. Прям, мне надо бабушки что-то звонить. У меня тоже брат живет в Германии. В Мюнхене у меня. А у меня... И дядя там живет вместе с тетей. У меня там друг мой лучше живет. У меня живет... Ну, есть он не живет, а он на работу приезжает туда чисто. А он там работает в стриптизе, кстати. А, там в стриптизе? У меня брат работает организатором тусовок всяких. Прикинь, мы... Вот смотри, я и мой лучший друг. Мы, смотри, мы никогда не знали о существовании стриптиза. Вот. И мы с ним работали всегда вместе. В отеле работали. То есть он там в одном отеле, а во втором. Вот. Всегда ходили, гуляли вместе. Потом наши пути чуть-чуть разошлись. Ну, там, не по нашей воле, так сказать. У меня просто... Я уехал в другую страну. Ну, ты представляешь, и спустя время, спустя вот сколько прошло... Ну, лет шесть прошло, семь. И мы, прикинь... Ну, и мы как-то вот, не договариваясь, оба стали работать в стриптизе. Обалдеть. Ну, теперь... Насколько вот просто друзья, у них схожие интересы, схожие вообще... Ценности. Ценности, да, жизненные схожие вообще. А он до сих пор там, он не хочет сюда уйти. Слушай, в Германии хорошо в стриптизе заплатить, не то, что в России. Не хочу ли я сделать перманент правее? Хочу. Я нашла девочку, которая мне сделает. Просто она будет делать в сентябре, мне кажется. Катюша, передай, пожалуйста, привет моей булочке. Катя Владимировна, и привет. Ну, ты что за заводик мне отлогает? Мой заводик. Ты меня честно любишь вообще? Я как ребенок. Мне нужна любовь. Тогда я буду счастливой. У меня дефицит бывает. Хочешь на лазер? Я не хожу на лазер. У меня немного волос потело, чтобы ходить на лазер. Я вообще не верю в этот лазер и считаю, что люди вообще и девушки тратят время зря. Я так думаю. Я могу ходить на лазер, но не хочу, не понимаю смысла. Я, знаете, хочу на ВПД ходить, чтобы мне массаж делали. Нашла. Просто так разгоняли тело. Надо. Что-то я еще хотела. Да, по поводу тренировок. Мы 10-го числа Сереже будем сводить ему слезы. И мне будем сводить. У меня есть тренировка. Машка, я так хочу. Ты хочешь выколоть губы? Нет. Нет, что? Ты что? Думаешь, безусилий надолго. А нет, он уже сказал, что она от него отказалась, он не будет больше ничего делать. Блин, Лехе просто уже нормальная баба. Может он... Я думаю, что сейчас придет к нему какая-нибудь. Знаешь, как у меня у отца кликуха была до недавних пор? Какая? Саша Ботокс. Почему? Потому что его как будто Ботоксом укололи. Это знаешь, не губы? Я думаю, что вот эта часть скульная у вас как будто укололи. Укололи. Гори, на, что? Что такое? А не будете тут кайфовать? Может, вы пойдете швабры из мужской комнаты уберете? А почему, Ксюша, нужно убирать швабры из мужской комнаты? Ксюша. Пускай Леша уберет их, когда приедет. Откуда он ехал? Потому что там срач. Вот Ябаров заварил эту кашу вместе с Безусом. Ябаров, вы лучший друг. Я считаю, что Ябаров должен взять и убрать это все. Диану вернут к Безусу? Нет. Безус не будет с Дианой. Диана не будет с Безусом. Как я ей предполагал? Нет, они бы могли еще более-менее. Там еще более-менее можно было бы. Она похожа на его бывшую очень сильно. То Алина нет. С Ириной там сразу было понятно все. Алине очень трудно будет вообще кого-либо найти здесь на проекте. Да, честно думаю, да. Я не думаю, что она должна здесь построить. Она скоро просто... Ей просто надоест все, и она скоро уйдет. Вот и все. Сама уйдет. Ее даже заставлять не надо будет. Не зря выдам два по две шеи. Ты что? Красавчики. Спасибо. Мы чертовски привлекательные ребята. Во сколько лобная, Ксюх. Как Лиза. 19.00. Спасибо. Только Ирину и Кристина найти мужчину прийти. Кристина три раза строила отношения на проекте. К ней приходит мужчина. Савайка, они очень чувствительны. Пожалуйста. Блин, называется. Пожалуйста. Сколько тебе лет? Мне? 28. 28. 28. Пожалуйста. Сама не очень... Блин, Зай, ты знаешь, как это более неприятно? Если Сережа сейчас тебе сделает предложение... Не знаю. Передай привет, Аня. Она, привет. Смотри в другую сторону. Пожалуйста, кот. Ты знаешь, что у нас камера на плавлено, Зай, пожалуйста. Я не могу так, я сейчас не смогу себя в руках держать. Бегарная пара. Дякую. Анна, передаю привет. Я бью ёршик в руки и пусть отрабатывают халяву на колбаске. Как будто тебе 28, а ему 20. Ну, не правда. Не похож на 20-летнего. Привет с Грозного. Салам алейкум, Грозный. Хватит, пожалуйста. Мне отвратительно, отвратительно, отвратительно. Ого. Зачем ты так со мной? Ну, ладно, всё, не буду. Ребята, всё, на все вопросы ответила. На все вопросы ответила, надеюсь. Спасибо.